В Владивостоке В Владивостоке, как известно, помимо самого города на материке, есть еще и острова. И самый известный из них, с таким громким названием, остров русский. И сейчас мы находимся на нем. И будем исследовать, что же интересненького есть на этом острове. А тут, безусловно, есть кое-что интересное. Смотрите продолжение в следующей серии. Какая машина проедет. Вот, самое главное из этого всего, это то, что здесь на острове водятся змеи. Так что нужно иметь это в виду. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну, в общем, вы сами все видели. Да, если посмотреть банальную карту, то можно увидеть, что остров русский, это прям действительно ключ к Владивостоку. Поэтому в царское время тут строили форты и укрепления. И в советское время, то есть сам город Владивосток был закрыт. А остров русский так вообще. Тут были сплошные военные базы и все. Сейчас же остров открыт для посещения. И тут вообще находятся новые корпуса Дальневосточно-федерального университета ДВФУ. И можно ходить и наслаждаться этими видами. Ага, скважина. Троф. А вот сама скважина. Только тут темно. Не знаю, как будет на картинке. Дальше сейчас мокро. Ой, прям лужа. Нужно внимательно смотреть под ноги. Потому что неизвестно, что здесь может быть. Ну и вот такие окна. И толщина стен можно вот увидеть. А здесь же рядом стрелковый канонир. Продолжение следует. Ну и вот, пожалуйста, ров и отстреливайся отсюда через такую русскую выбайку. А еще тут какие-то фотографии. Короче, смотреть под ноги надо однозначно. Вон, 1903 год. Северный водосток. Ладно, зайдем мы, пожалуй, в казармы с пороховым погребом. Я так подозреваю, что вот это есть пороховой погреб, потому что больше ничего. Ну и все. А вот тут именно вход в казармы. О-ху! 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 И вот, пожалуйста, тоже, чтобы отстреливаться, если что. Это уже какая-то коморка Убежище противо штурмовой артиллерии Пойдем туда Тоже Эхо 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 Вот он, мост на остров Русский Тот, что на 2000-х изображен Естественно, поскольку форт это оборонительное сооружение То с него должен открываться, ну, не то чтобы вид А возможность прострела любых направлений для обороны Защиты от противника и так далее Ну и как побочный эффект Когда форт уже не функционирует То, соответственно, отсюда открывается потрясающий вид А вон кампус, ДВФУ Там еще классный пляж Ну и сам вид на остров Русский С таким потрясающим видом пора, наверное, сделать и перекус Я сначала думал взять какие-то там бутеры и все такое Мы же находимся во Владивостоке И тут в магазинах продаются вот такие вот суши Но это ладно Все же знают такие, да, сэндвичи, которые треугольничками сделаны, да? Так вот Тоже треугольничком, тоже типа сэндвич Но тоже что-то наподобие суши Вот рис тут Все это в морской капусте Или как оно правильно называется? Вроде, да, вроде оно Да, морская капуста сухая Но в форме бутерброда Ну посмотрим, что оно по вкусу Бутер суши, блин Это у меня получается тунец с вассаби Так, а это у нас копченая курица Ну и самая главная цена вопроса Вот я по одной штучке уже съел Это получается 150 Это 155 рублей Все Перекусили, двигаем дальше Темный коридорчик, значит, да? Ох, нифига себе Такое эхо, да? Ну и вкус такой достаточно крутой А это чтобы совсем не убиться Ну и вкус такой а вот и ров вокруг двойной кофр вот и сам ров да попробуй конечно по такому сберись да особенно если тебя еще обстреливают особенно если ты допустим с грузом какими-нибудь патронами там оружием тоже водосток ну что ж обошли мы получается форт поспелого идем дальше да и теперь мы идем более современным вещам как новосильцевская береговая батарея номер 375 не ну спускаться однозначно повеселее чем подниматься это уж точно а по пути на батарею мы вышли на берег вышли на мыс поспелого и можем и можем узреть вот так вот под самый опять же мост на остров русский водичка прозрачненькая штормит не сильно по температуре хорошенькая можно можно лезть и люди там даже купаются тоже пожалуй вот так ну что пойдем не прям хорошая водичка и дно приятная камушки галька такая гладкая а дальше а дальше я вижу там уже песочек и ну такой условный кусочек ладно джинсы мне и так намокли волна прилетела но вообще водичка прям очень приятно и да забыл сказать мост переходит через пролив босфор восточный такое то него название но тут же рядом где ноги мочил есть еще одна батарея по названию мыса спеловская она внутри тут конечно не так цивильно как там здесь скорее как мусорка и общественный туалет к сожалению здесь орудие должно было стоять а вот батарея сверху ну что же дошли а здесь уже такие пушечки если вдруг неприятели оттуда поведет то его надо будет остановить а вот пушечки посерьезней вот береговая батарея здесь находится мыс новосильского а здесь уже уссурийский залив а вот 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 а вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дверь открыта 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 у меня такое подозрение но это не точно так ну чтож береговую батарею мы посмотрели теперь можно двигать в сторону а дэвфу бухты аякс скажем так современности ну вот и главный корпус дэвфу общая история такова 2 сентября 2012 года здесь в владивостоке и конкретно здесь на острове русском состоялось открытие саммита от с азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и вот под него получается здесь на острове отстроили с нуля целую гору гостиничного гостиничных номеров гостиничный комплекс получается новые корпуса дэвфу учебные там зоны отдыха которые дальше будут мы пройдем и также соответственно были построены ему мосты которые на золотой мост и которые русским обучение в этих корпусах началось 1 сентября 2013 года с очень странная композиция с трехлитровыми банками стеклянными судя по проводам которые там находится внутри эта штука еще должна светиться серьезное дело и и и и вот сейчас мы спускаемся самой бухте аякс за мной главный корпус есть вот такой вот разбит замечательный парк разного рода растениями и вообще уютненько тут хорошо вот возвращаемся карте вот какой большой парк вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и вышли на университетскую набережную Бухти Аяк Тут же есть пляж, на котором вполне можно купаться Такие вот чудные водопады Ну и строительство павильонов Там вот павильон строится Там вот какое-то строительство Как по мне строительство это всегда хорошо Так вот Продолжение следует... А тут вполне себе идет активное строительство. Что можно сказать про активное строительство? Что если бы не вот этот мост, то места бы здесь были бы все так же дикие, особо не обжитые. А так тут целый ДВФУ, людей много, здания строятся. Конечно, некоторые негодуют, возмущаются, скажем так, по поводу того, что вот решили развивать островные территории. А мол, что, материка мало? Оно, пожалуй, с одной стороны, да, то есть, как бы, в ту сторону можно было бы этот же ДВФУ построить и вот этот все отстроить. Но ведь круто же, когда на острове, когда есть такой мост, когда такая бухта, да? Все, 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 все. Посмотрел, по какому поводу здесь ведется такое энергичное строительство павильонов. В общем, со 2 по 4 сентября 2021 года здесь будет проходить Восточноэкономический форум. Вот для этого и готовятся. Туркий форум. Турский форум. Турский форум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже уходить не хочется Но к сожалению Но к сожалению пора Вот такая была прогулка по острову Русский Это далеко не все что на нем есть Здесь хотя бы ворошиловскую батарею Там целый музейный комплекс Но он находится дальше вглубь острова Другие батареи Другие форты В конце концов океанариум Что я думаю каждый здесь найдет Для себя что-то интересное Ну а мне пора Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!